Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так я вас понял или нет? Неправильно понимаем в первую очередь Его надо понять правильно Там говорится о том, чтобы человек от себя не брал право учительства А я какой учитель? Я беру, готово и передаю Иоанн Затауз говорит так Это что он за собор и не знал? Что если вы не понесете мои слова, которые слышали Я ничего не успею Поэтому служа на кучи соседей другим передавай И об этом митрополит Сергий Строгородский говорит Придет время, когда, ну это святые говорили Священники вообще отступят от истины И Бог будет ставить мирян, у которых никакой харизмы нет, кроме подвига И через них пробудет церковь И препятствует слову Божию, может только сатана Это уже не антихрист, только сатана Хорошо, я вас услышал Следующий вопрос по поводу монашества Я также привел вам несколько правил Соборных, которые определяют Что находиться в монашестве Тем людям, которые истинно находятся в монашестве Это честь И это высокое служение И тем, кто хочет уединиться и уйти В пустыне, то это тоже Одобряется и считается это очень хорошо Я это правило считал Давайте коротко, я вам сразу поясняю Вы Игнатий Брещанин, вы признаете святым? Я да Он едет в инспекторскую поездку И дальше делает вывод Во всей России Вы знаете, сколько было монастырей? Нет, то, что есть проблемы в монастыре Нет, то, что есть проблемы в монастыре Это я знаю Проблемы не надо Мне это чужое, говорится, не надо вешать Просто я вопрос спрашиваю Сколько монастырей было, вы знаете? Ну, количество, конечно, не знаю Очень много Ну, запишите Будете знать? Вы не бойтесь Вы Признание вне знания Открывает путь знанию Хорошо, запишу В революции было 1275 монастырей Да Это никак не помешает знанию 1275 И он находит Едва ли, едва ли 4 Которые духовные А остальные актеры Вот о чем И теперь, которые правила вы приводите Вот если бы они его выполняли Во-первых, монах нигде не должен быть Кроме туда, где его постригли А они сегодня как безбродные собаки Шатохи называются Игнат Степанович Причите Я вам говорю Я говорю об идеале Вы говорите сейчас о том, что сейчас существуют реальности Да Вы можете сейчас сказать, что вы признаете Что если монах и истинно Истинный монах уходит, подвижается Что вы это одобряете Вы не говорите, что это неправильный путь Вы сейчас можете это сказать? Не могу я сказать, потому что нет правильного Правильный такой Он один Апостол Павел, мы сегодня проходили Седьмая глава, первое постание Коринфянам Хорошо быть одному Выдающий девицу замуж Хорошо поступает Не выдающий лучше Почему он один? А для чего один? Блаженный Филат говорит Для того, чтобы служить Богу Целиком отдача полная была И поэтому монашество Мона один Я приветствую Но когда его запечатывают И никому он не нужен Я против Это во-первых, это против Слова Божия Господь не сказал стоять Я говорю, идите по всему миру И когда Иоанна Златоуста Повлекли туда Куда он в Кукус пошел Он дорогой монастыри распускал И говорил, снабдите их обуви Кельтские народы Это там в Англии Снабдите всем необходимым Монастыри должны идти проповедовать Мы досиделись Мухаммад пришел Два миллиарда мусульман Режет голову Мы все дурака валяем Хорошо, тогда мы можем Можем сделать вывод Что это правило Оно неправильное Так я вас понимаю Правило из собора Если это правило То оно для того, чтобы он окреп Апостол Павел Казар сразу ушел в Аравию Где в Аравии, мы не знаем Это как монастырь Он должен привести Чувство своих Говорит, в единение со Христом Проверил все места Писания И дальше должен идти один Не жениться Я за монастырь Я за монастырь Которые Смешивают Богу по Евангелию Они просто Откормленные жеребцы Там отдельно Друг на друге Я вас услышал Потому что Я хотел сказать Что даже Допустим Вот если Этой логике следовать То есть говорить о том Что Монашество это плохо Только потому что Сегодня все монахи Живут не по-монашески Это значит Можно также С таким же успехом утверждать Что если все Откажут христиане Перестанут следовать Христу То значит И само христианство По себе Ищерпает себя Что это не есть христианство Но это же не значит Если все Даже откажутся от Христа А один будет веровать По Христа И следовать Христу Значит Христианство Может существовать Так же и монашество Если пусть миллионы Монахов Откажутся И будут Находиться в заблуждении Но будут единицы Значит Монашество Это все-таки Есть истинные монахи Есть правильный путь Монашество Правильный путь Монашество Не жениться И идти проповедовать Одному Вот правильный Путь Христов А не так Я сейчас скажу Подождите Николай Смотрите Монастырь Святой Пахомий Великий 11 тысяч мужиков Дальше Описывается Монастырский устав У Венедикта И говорит Были поселения По 50 тысяч Это города настоящие Государство Начало разваливаться Считайте Гангский собор Оставляют Мужей Идут в монастырь Оставляют детей Уходят И тогда целое Правило пошли Государство Начало разваливаться Если кто Оставляет жену Ради подвига Да будет Подклятвый То есть проклят Если оставляет Родители Подклятвый То есть проклят Детей оставляет Проклят Что непонятно То не туда заехали Смотрите Антоний Великий Молится Антоний Великий Что он Самозванец Разве И у них Мысль такая была Вот я настолько Высокий Что есть ли кто-то В мире Такой как я И он молится День-два И Бог Наконец ему Сказал Есть А я думал Я самый хороший И вот Его посылают Куда А иди В соседнюю деревню Такой это дом Он приходит Бобенка выходит Так Теперь говорит Скажите А что вы делаете Кто Ну вы Как живете-то Да как мы живем Да как обыкновенно Мы сегодня ночью Ложи со своими мужьями Разделяли То есть спали Семейное А в чем село-то А вот Говорит Мы вышли за двух родных Братьев И живем в одном доме И ни разу не поссорились И это выше Чем его монашеское Житие На 10 тысяч монахов Вот в чем суть-то Вот Я за это Монашество Но главное Что этой женщине Имя даже не сохранила История Хорошо Но смотрите Монашество Зачастую Монахи говорят О том что Молитвенное делание Оно Не менее Действенно Не менее Значимо В нашей же Реальной жизни Для людей И что Когда они находятся Допустим В затворе И молятся То это тоже Влияет на этот мир Влияет на людей И так далее Влияет Я повторяю Николай 1275 монастырей Влияет Вверх ногами Вся Россия Царь расстрелян И все потеряно Все развратилось Вы послушайте Что говорит Игнатий Брещанинов О монашести Того времени Что говорит Феофан Затворник 1861 год Запишите Я знаю Я знаю Все непотребства Что говорит Феофан Вы знаете Скажите Что я хотел сказать Вашу цитату Которую вы хотите Я не могу Конечно Я скажу Он говорит Еще одно Два поколения И православие В России исчезнет Один вывод Только должен Из двух выводов Первый вывод Что это не пророк Был А лжепророк Православие есть Или Он имел ввиду Не это православие Которое мы видим Других то вариантов Вообще нету Ну Вы же знаете Что Даже святые отцы Иногда высказывали Те Высказывания Которые Были даже Ну Могли быть Заблуждением Поэтому Не каждое его высказывание Может быть Пророческим А вы сами Видите Что сегодня делается Какое православие Нет но все равно Я думаю что святые Есть все равно И сейчас Нам не надо гадать Вы по себе возьмите Зачем мне рассказывать У меня заканчивает Знакомый семинарист Кончил И мне письмо пишет Что же делать теперь То ли В академию поступать Или Идти на приход Я говорю Знаешь Женя Иди В академию По крайней мере На 4 года позже Будешь бабкам Голову морочить На 4 года позже А что А в это время Он идет У него Девочка Миля Миля В ресторане драка Он другому челюсть сломал Семинарист У нас один здесь Заканчивает полностью И учит не кто-то А магистр богословия Геннадий Фас Один из самых больших людей Православия сегодня И вот они там стоят Вечер приходит Ну что Пойдем по бабам И где это Московское духовное семинарие Это не один Курят Пьют Глодят Геннадий Тихонович Не надо говорить Что все так себя ведут Я не говорю все Вы же сказали Хотя бы один Я не говорю все Но это Еще не видят Осипов видит это Дмитрий Смирнов видит А вы не видите Подождите Я учился в семинарии Я все прекрасно знаю О чем вы говорите Я знаю Что среди моих друзей Среди моих сокурсников Были и такие О которых вы говорите И были другие Которые Искренне верующие Которые пришли для того Чтобы послужить церкви И Богу И которые жили благочестиво И живут благочестиво Которые молятся Соблюдают правила Это вы их знали Священников Примерно 32 я насчитал Все подходим К епископу А потом к священникам Ну знаете как делается На прощенное воскресенье Завтра пост Великий начинается Мы выходим На улицу А мы Крестовозвиженская община Каждое прощенное воскресенье Идем в собор И так же подходим К епископам К священникам И потом выходим На улицу Нам идти направо А епархия там налево И у нас вот такие вот Пальчик К примеру Написан наш сайт Крестине один народ ру И мы людям это задаем Это никого не касается Это мой сайт И там 12 томов Златоуста Начитанные Там 50 книг Духовных Начитанные В это время Семинаристы выходят Рядом со мной Стоит Игорь Добунов Вы его увидите В наших рассказах 45 лет Седая борода В подряснике Студенты приходят Которых вы знаете Ваши хорошие Ты что козел Тут говоришь Это отпрощенное Воскресенье От креста А другой подходит Ты что ты говоришь Вмашь ему в морду то И тут же стоит священник Теперь мы будем Когда у епископа По другой теме беседовать Два епископа сидят Я вижу Закрыть нет По морду закрыть Ну пока все В языке мы сказали бы Это притча Притча Мытарь и фарисеи Это символический рассказ О важном представителе Ведущего слоя С одной стороны О мелком и малопочтенном Аппаратчике А с другой Христос говорит Два человека Вошли в храм помолиться Один фарисея Другой мытарь Фарисей стал Молился сам себе так Боже благодарю тебя Что я не таков Как прочие люди Грабители Обидчики Прелюбодея Или этот мытарь Пощусь два раза в неделю Даю десятую часть Всего что приобретаю Мытарь же стоя в долине Смел даже поднять Глаза на небо Но ударяя себя в грудь Говорил Боже милости В будем негрешному Говорю вам Заканчивает Христос Эту притчу Что мытарь Пошел оправданным В дом свой более Нежели тот Ибо всякий Возвышающий Сам себя унижен будет А унижающий Себя возвысится Всего три строчки В Евангелии Сказано о них Вечно В них Такое что действительно Относится ко всем Временам и ситуациям Давай Что-то неполадки Со связью А вы там Случайно не задели Ничего Нет Кстати у меня Связь У меня интернет Был ключом Почему-то ваша страница Пропала Ну а у нас Пихнуло Все ушло Я закончу Мы сидим Два епископа Я спрашиваю На стенке у него Висит в рамке Видно Семинариста Я говорю Это кто? Ну Не двоечники Отличники Я говорю Это ваш волчатник Я этих ребят знал Это нормальные ребята Там Комсомольцы Кем они там были Не знаю В университете С ними можно было говорить Но вот они попали К вам в семинарию Вы их сделали такими Безжалостными Жестокими Синичными И они Наши сестры Стоят Нежные голубицы Говорят Вы что делаете Мы подошли Мы прощались Сейчас выходим Они не понимают этого Мы спрашиваем Священника Вам что Так положено что ли А это все программы Другими они не могут быть Это система лжи Одна школа От другой школы Отличаться может Кардинальность Одна семинария От другой семинария Все зависит от того Кто стоит во главе Семинария Какой состав Педагогический Это очень большое влияние Все Теперь я поясняю Я приезжаю в город Томск 2012 год Я приехал с подарками Тамошнему Митрополиту Ростиславу Подарить книги Мои Новый завет С полным толкованием Блаженов Эпилакт И с откровением Но его не было Мы идем в семинарию Узнаем Говорят Тут проректор есть По учебной счастью Он в храме Мы пошли Правда Он хором руководит Бургомистров Запомните фамилию Мы дождались Кончил смоление Он выходит Я подхожу Поздоровался Я говорю Мы хотели Владыке передать А его нет Вы не могли бы Книги передать Там симфония На шите святых Там на ней стоит Благословение Двух епископов Понимаете Это редкая книга Что он мне А кто вы такой Я вас знаю И начинает говорить То что На улице не услышишь Рядом стоят Семинаристы Студенты Тут стоит моя сестра Племянник Он меня не знает Он ничего не считал Он в этой системе Какой руководитель Я говорю Какой Одна из лучших епархий В которой крестить Как попало Не положено Митрополит Ростислав сказал Кто будет крестить Не в полное погружение Мы расстанемся с ним Я ему показываю Смотрите Вот благословение Епископа Максима Московский патриархат Так это в каком году В 2002 Было благословение Как он еще прокисло Или что За 10 лет Он не знает Что говорить Он волк А теперь я спрашиваю Где он А его нет Он уже ушел Он свое дело сделал Это развратители Вот что они в семинарии Делают в Казанской Вы сейчас знаете Что Андрей Кураев Проще с чего воюет Конечно Это еще секрет Я говорю Это не должно быть Почему Нет духовного рождения О духовном рождении Вы понятия не имеете Семинаристы Я с ними беседовал Я поддерживал Диакона Кураева Поддерживаю его Сейчас Молиться надо Семинария Семинария Считаю что Он должен и дальше Продолжать обличать Беззаконников И надо их выявлять И делать чистку В штате церковном Потому что нельзя Таких людей Которые вопреки канонам Каноническим правилам Служат Они не могут быть Священниками по определению Я с этим полностью согласен Но я не хочу Обобщать И говорить что Это все везде одинаково Я знаю Я встречал Истинных верующих Священников Болочистивых В своей жизни Слава Богу Я благодарен за это Господу Поэтому я Не разочаровался В нашей церкви Я вижу И беззаконие Я вижу И святость здесь Понимаете Алло Я говорю Я слушаю Говорите Я сказал Я думал Опять связь пропала Нет Я слушаю внимательно Что я хотел сказать Так вы обращайтесь Давайте к канонам Вас что-то Интересовало по канонам Я вам на два вопроса Уже ответил Да Еще хотел Да Еще хотел у вас спросить Понимаете За монашество Но такое Которое вписывается В строку Христову Я за то Чтобы не выходили замуж Не женились Служили Богу Но не сидели за стенами Сидоров говорит В монастыри Это я согласен Идут не худшие Это люди крепкого характера Их там запечатывали И они не давая потомства Уходили в землю И теперь ничего там нет Пустыни египетские пустыни Одно мусульманство Это пишет Андрей Кураев Там где были Вселенские соборы Только развалины В городах Даже перехрестить Я говорит не могу Свечку затепить не могу Почему Сидели Шесть столетий Сидели монахи И с Мухаммадом Только на полях Сражения встретились За это еще придется отвечать Тем не менее Сколько из монашествующих Вышло Великих богословов Все Великие богословы Были монахами Иван Златарус Там Василий Великий Григорий Богослов Они все были монаши Аллилуйя Аллилуйя Монахи Которые не сидели Под заперти А сегодня Андрей Кураев Говорит так Ты желаешь принять Монашество Я тебе расскажу Что Так квартиру сдай Ты ничего не должен иметь Дальше На тебя будут Сморкать и плевать Я выгоню тебя В любой день Не объясняю причину И ты будешь бомжом На вокзале Согласен или нет Подходи Я тебя постригу Я вас понял И считаю Что Действительно Пока вы говорите Который человек уже звонит Подождите Это Иоанн Суворов Я знаю Это город Тула Я ему откажу Вы меня просите Так Сейчас Минуту Не отходите Сейчас я человеку открою Чтобы завести А потом меня найдите Хорошо Сейчас Так Что хотел Алло Ну ты слышишь Или нет Подожди Он не тянет У вас на два У меня не тянет Ты зайди ко мне Через часок Тебя слышал Нет Батюшка Алло Через час Зайди Я беседую с человеком Не слышите Он блеет Как баран Так Ладно Я его выключу Я буду продолжать Разговаривать С Днепропетровским Так Говорите Я вас слышал Не слышите Или нет Так Подождите Что-то совсем Так Кто говорит Сейчас Это скорость Просто Алло В режиме ожидания Звонок Так Говорите Николай Да-то Николай Слышу 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 Ну что Да Слышу Ну нет Нет Ничего Давайте Выключим Вы быстренько Наберите Давайте Давай А что Еще нету А вы не выключили Как не выключил Вот так не выключил А где он у меня тогда Если я не выключил Ну раз вы слышали После того как выключили Слышали голос его Явно что не выключил А значит Что нужно было делать Ну я не знаю Что-то делать И вот он говорит Оказывается Любить родину Это все время бесстыдно Восхвалять ее Унижая чужие родины Оказывается Быть лояльным Это разглашать Все время Безгрешность власти Оказывается Быть человеком Это унижать Топтать других людей Это возвышать себя Путем их унижения Проанализируйте Свою жизнь Жизнь своего общества Это Александр Шмеман Говорит Самая основа Его устройства Вы должны будете признать Что это именно так Тот мир В котором мы живем Так пронизан Оглушительным И грубым бахвальством Что уже сам Этого больше не замечает А оно уже стало Его природой Да так и сказал Один из самых больших И тонких поэтов В наше время Пастернак В знаменитой своей строчке Все тонет В фарисействе Самое страшное Конечно в том Что фарисейство Признается Добродетелью Нас так долго Так упорно Глушили славой Достижениями Взлетами И полетами Нас так долго Держали в атмосфере Этого призрачного Псевдовеличия Что все это В действительности Нам стало Оказаться Хорошим И благим Что в душе Целых поколений Возник образ мира В котором Только сила Только гордость Только бесстыдное Самовосхваление Оказывается нормой Пора ужаснуться Этому Вспомнить слова Евангелия Всякий Возвышающий Себя унижен будет Сейчас всех Немногих Кто из-под Вольшопотом Говорят об этом Напоминают об этом Влекут в суды Или заключают Психиатрические Лечебницы И на них Науськивают Других Смотрите на этих Изменников И предателей Они против Величие силы Своей Родины Против ее Достижения Они сомневаются В том Что самое лучшее Самое сильное Самое свободное Самая счастливая Страна И так дальше И благодарите Что вы не такие Как эти несчастные Ощепенцы Но он говорит Но он в Америке Говорит-то В России-то Никто этого сказать Не мог Его в дурдоме Сгноили Я вот это все Испытал Он говорил Как раз в то время Когда я в это время Томился Когда меня влекли В суды Как я могу сказать Что не так Он написал Историю церкви И я ее Насчитал И распространял И когда меня судили Эти пленки Были в руках У следователя Я дальше его почитаю Но поймем Что этот бой Этот спор Ведомый сейчас Ведомый Ничтожным меньшинством Это бой И спор О самих Духовных Источниках жизни Это фарисейска Ибо фарисейская Гордыня Это не только слова Она рано или поздно Оборачивается Ненавистью к тем Кто не согласен Признать Моего величия Моего совершенства Она оборачивается Преследованием И террором Она ведет К смерти Притча Христа Ножом Врезается В самую страшную Опухоль Современного мира В опухоль Фарисейской гордыни Ибо пока Эта опухоль Будет расти В мире Будет царить Ненависть Страх И кровь И так Оно и есть Сейчас Только вернувшись К этой забытой Презираемой Отбрасываемой Сили К смирению Можно очистить мир Ибо смирение Это признание Другого Это уважение К другому Это умение Мужественно Признать себя Несовершенным Раскаяться И тем самым Встать на путь Исправления От бахвальства Лжи и тьмы Фарисейства К свету И ценности Подлинной Человечности К правде К смирению И к любви Вот призыв Этой прище Христовой Вот зов Первый зов Великопостной весны А вот Николай Сербский Говорит Мытари Фарисей Если должно Мне хвалиться То буду хвалиться Немощью Моею Простой народ Привык слушать Высокопарные И малопринятые Понятные Проповеди Своих гордых Учителей Книжников И фарисеев Но целью Проповедей Фарисеев Было желание Не столько Наставить И научить народ Сколько показать Ему огромную пропасть Отделяющую Сословия Книжников От народа Чтобы он Из глубины Своего невежества Взирал на них Как на небесное сияние Чтобы считал их Пророками Устами которых Говорит сам Господь О каким хмурым И суровым Должен был оказаться Бог Этому бедному народу Видящему таких Его избранников Я сейчас Выдвину Надо позвать Он может быть понял Что я ушел Совсем Вот это он Кто? Украина Где мне нажать-то? В каком месте? Вот здесь вот Ну вот Вот эту вот Черную Черную Ну и дальше Где? Ну я нажал А что дальше? Ну-ка Ну что? Вы выключили его? Я его выключил? Да Ну теперь что? Видеозвонок Алло Ну что? Я жду вас А вас нету А так я жду Вы же поговорили Нет Говорить нет Я сказал Вы сразу ко мне Заходите Не ждите Там не получилось Там вякает И непонятно Два не тянет Слабый компьютер Так говорите пожалуйста Ну в принципе По поводу Монашества Я вас услышал То есть Первое Во время первого разговора У меня сложилось Другое впечатление Сейчас оно поменялось То есть вы сказали Что вы в принципе Не отрицаете правильное монашество Я голосую за это Я голосую за это Постоянно Но не то монашество Которое во-первых Вопреки канонов церковных И вопреки Божье Слово идет Без монашества Должно было бы мир Этот осолить Евангелием Да-да Вы еще Вот один канон Который Вы меня простите Что я как бы Пытаюсь вас подлавливать Может это может показаться Да Но есть канон Который запрещает молиться С еретиками И с инославными Вот Я видел на видеозаписах Где вы молились С мусульманами Ну Как вы можете А где с мусульманами Вы меня видели Ну когда вы проповедовали Где-то Я не знаю Где это было Или в Азербайджане Или где вы были В квартире С мусульманами И вы как бы Говорит Сейчас помолимся Вы начинали молитву Они как бы стояли в стороне Но тоже принимали участие В молитве И что? И что? Я хотел у вас Чтобы вы просто прокомментировали Такое допустимое Я объясняю Пророк Илья Молился Среди 850 Лжепророков И на его молитву Это не повлияло Огонь сошел с неба Что значит Молиться нельзя С еретиками В первую очередь Они не еретики Это инославные Еретики бывают Те, которые внутри Я знаю Я знаю разницу Я просто Ну знаете Тем более Тем более Если я соглашаюсь с ними Вот чем смысл-то Соглашаюсь А если я нахожусь У баптистов И они считают Очень наш То что? Мне это не надо Очень наш А если он говорит Нет никакой Святой Троицы Святи или Егова Мы к таким приходили Они говорят Ну будем помолиться Мы сразу вышли в коридор Они говорят Что вышли? Я говорю С еретиками Молиться нельзя И мы повернулись В другую сторону И помолились Прочитали Достойно есть Богородицу И своими словами Помолились Хорошо Сняли этот вопрос Я тоже понял вас По поводу Судьбы Подождите Еще Значит Тут начинает так Католики Еретики И начинают Гвоздать Патриарха Кирилла Что он встречается У папы Подошел Под благословение Иларион Митрополит Алфеев Позвольте А с чего вы взяли Что они Больше еретики Чем мы У нас столько Всего нахлобучено Что нам Надо учиться Молиться И не возноситься Как фарисеи Нет Подождите Мы Как бы Верим Так Как Постановили Семь вселенских Соборов Правильно Про католиков Что они сказали Про католиков Что сказали А католики У католиков Есть новые догматы Догматы О папском Примате И так далее Догматы Я категорически Не принимаю Ни вкогда Не приму Этот А примате Это обман Догматы Не подождите Пресвятой Владимир Это не так Они не правы Но это не означает Что они еретики Которым нельзя Подойти Под благословение Патриарх Кирилл Подходит И папа Их благословляет И люди Сегодня на это Нападают Я на стороне Здесь Есть мнение Ряда Святых отцов Которые Говорят О том Что с католиками Не сообщатся Читают Их Откровенными Юридиками Ну пускай так считают Феофан Затворник Тот же самый Ну и что Феофан Затворник Это не собор Мы говорим Сколько всего есть Я с католиками Ни разу еще не спорил Ни разу Но Относительно Папсов Примата Тут я четко стою Мы никогда Это не признаем Примат Папсов Я в принципе Часть нашей беседы Которую я хотел Мы поговорили Еще есть У меня вопросы По поводу Службы в армии И так далее Но я сейчас Не готов С вами об этом Говорить Я должен подготовиться Если можно Как-нибудь В следующий раз Воскресенье Следующее воскресенье Хорошо Я вам благодарен Что вы со мной Согласились Встретиться Если можно Я бы хотел Как-то Эту видеозапись Получить А вы зайдете Скачаете Мы ее сегодня Завтра Выставим Завтра уже Выставим Спасибо У нас ведется запись Я же вас предупредил Да Я просто не ожидал Что вы выложите Почему нет Это моя запись Мне под язык Я не был готов Я не был готов Дискуссии Скажите Я вас как-то критиковал Или добавлял К этому ролику Нет Нет Все Я никаких претензий К вам не имею Никаких претензий Просто я имею претензий Сам к себе Потому что я На некоторые вещи Вам его видно Володю Да Видно Да Просто на некоторые вещи Которые вы говорили Я с ними не согласен Но я молчал Потому что я из вежливости Вы человек старше меня У вас намного больше опыта Я из вежливости Должен был молчать Вас и слушать Но у меня есть Какие-то вопросы Которые я хотел бы озвучить Чтобы меня потом Мои же друзья Мои знакомые Не обвиняли А в том Что я согласился Допустим С тем Что монашество Это ложный путь Я этого не могу принять Поэтому я хотел Это озвучить И я вам благодарен Что вы дали мне Такую возможность Спасибо Господи Слава Иисусу Христу Поистину Отходите Во славу Божию Во славу Ну вот так Что делается Господь же так делает Каких хороших ребят находит Он замечательный парень Понимаешь нет Это не те Которые заходили Там хамьё Вообще Тут даже сравнивать не с чем Замечательный юноша Значит Леонов Николай Город Днепропетровск Дзержинск Или Днепропетровск Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...